Сегодня мы вспоминаем самые яркие моменты нашего лета. Гуляем по крышам и встречаем закат на маяке. Катаемся на скейтах и покоряем бездорожье. Узнаем тайны некрополи и готовимся свободно гулять по музеям. Добрый день! У нас с вами есть уникальная возможность буквально подняться над Омском и посмотреть на него под другим углом. Сегодня мы побываем на крыше исторического архива Омской области, поднимемся над Любинским и посмотрим на город с крыши отеля «Амакс». Присоединяйтесь к нам! Русло Иртыша Русло Иртыша начало распадаться примерно в 16-17 веках. Здесь начали образовываться затоны. И вот даже на одном из таких небольших островов был так называемый невольничный остров, на котором долгое время, даже уже не в современное, но во времена не так уж и давние, торговали людьми. 15 марта 1896 года был открыт первый мост, соединявший два берега Иртыша. Он был построен крестьянами и рабочими, и благодаря транссибу и железнодорожному мосту Омск получил мощный толчок к развитию. Посмотрите на эти крыши. Это изумрудный город. Есть дома двухэтажные, трехэтажные, обилие шпилей, башенок. От чего это зависело, спросит каждый из мечей. Ну, во-первых, от времени, когда строились дома. Во-вторых, от дохода заказчиков. И, в-третьих, от знаковости города в Российской империи. Лицом любого здания являлось и обилие не просто украшений, а доминант, ну, например, шпилей или башенок. И отсюда мы видим с вами, конечно, вот такой разный архитектурный почерк. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Сегодня мы отправились на соревнования по оффроуду. Но самое интересное, что нам дали только координаты и ориентиры. Это такая фишка у них. И я надеюсь, что сегодня мы туда доедем. Поезжая туда, не зная куда, преодолеть то, не зная что. Оффроуд – это вид автогонок, в котором на каждом повороте сюрприз. Бездорожье проверяет на прочность и людей, и машины. Сплошь и рядом канавы, реки, заболоченная местность. Маршрут из сложно проходимых участков только для полноприводных автомобилей. Он разрабатывается и подготавливается организаторами соревнований заранее. Это просто дружеская покатушка, которую решили сделать, чтобы был какой-то минимальный интерес спортивный в формате соревнования. И назвали это безобразие кубок изоляции. Лебедка обязательно в сегодняшний день. Колеса, конечно, минимум грязевые, то есть МТ. Ну и все, лебедка есть, колеса есть, уже можно ехать. Именно эти соревнования, технические виды спорта позволяют участвовать с 16 лет уже, даже не имея водительского удостоверения. Есть случаи у нас, когда люди до 18 лет становились чемпионами России. Я не знаю, вот Аркадьич как бы позвонил мне, мой одногруппничек дорогой. Говорит, пойдем, Константин, поплаваем, лягушек посмотрим. Я, конечно, не отказался. Да, я вообще как бы каждый выходной сюда приезжаю, обычно с женой, как бы с детьми. Ну, сегодня Кирюшку позвал. Ну, наверное, года 3-4 примерно конкретно гоняюсь, а так как бы увлекаюсь этим давно уже. Здесь я больше для удовольствия. Я прекрасно понимал, что машина моя не приспособлена конкретно для этого мероприятия. Ну, просто хотелось попробовать, просто как-то разгрузиться, отдохнуть от работы, от забот. Осталось только машину достать. Ну, это будет через год. Мы приехали за эмоциями, мы любители всех оффроудов в городе, поэтому по возможности все посещаем. Ну, и, конечно, не могли не пропустить это. Драйв, вот эта грязь, мы сами любители, но пока не участвуем, потому что потихоньку готовим машину, мы болеем за белую Ниву. Практически успешно мы прошли этот этап. Уставшие, грязные, но с бурей крутых эмоций мы отправляемся домой. Благо, обратно мы дорогу знаем, и я дома буду вовремя. Время самоизоляции для меня стало временем остановки. Остановка мыслей, остановка движения куда-либо, остановка деятельности, остановка желаний. Для меня это стало непростым временем. Ей не хватало встреч с ее друзьями, не хватало тусовок музейных. Оказались лицом к лицу. Да, в одних стенах и бежать некуда, деваться друг от друга некуда. Каждый человек стал немножко ближе к себе. Тогда была действительно эйфория, потому что только писали, больше ничего не делали, никуда было нельзя. Ходить некуда, ездить некуда, общаться не с кем. Приходится только стоять у Мольберта, думать, воплощать свои замыслы один за одним. Все, он устал, ему уже ничего не надо. Он отвернулся к стенке, отгородился окончательно от этого мира. Вот эта самоизоляция драматично переживалась художниками, не в радужных тонах. А надо ли это, ради чего? А стоит ли рисковать? Бесконечная беготня прекратилась, и можно было сосредоточиться на себе, на творчестве и на близких людям. Это время какое-то светлое, мечтательное. Это все равно весна, это цветение природы, возрождение новой жизни. Ну, конечно же, это вечные ценности, это взаимоотношения, это переосмысление, это тихая жизнь вещей. Сгущенка. Сгущенка, натюрморт, обыкновенный завтрак. С введением режима самоизоляции в моей жизни ровным счетом ничего не изменилось. И, собственно, это позиция очень многих художников. Целый день хорошо сидится дома, время свободное, чем-то можно заняться, никуда далеко не нужно идти. Ну, совсем скоро, либо, ну, все вернется на круги своя, либо совсем скоро все вы привыкнете. Все хорошо, наверное. Я не знаю, может быть, или делаю вид, что все хорошо. Я не думаю, что жизнь не будет прежней, потому что мы прежние. Да, хранение – это важно, но для кого мы храним? Для кого мы храним? Самоизоляция – время, о котором нельзя молчать. Субтитры делал DimaTorzok Современное искусство, оно всегда острое, оно всегда броское и колкое. И это самовыражение творческое, оно не всегда устраивает зрителя. Это попытка творческого переосмысления личности Ленина и его истории. Субтитры делал DimaTorzok Вместо детского смеха – тишина и монотония. Тонное ворчание дикообраза. 30 животных, что содержатся в этом контактном зоопарке, друг от друга изолированы стенками вольера, а от людей – указом регионального правительства. С конца марта ферма закрыта для посетителей. И, казалось бы, звери должны, наконец, отдохнуть от назойливого людского внимания. Но родившиеся в питомниках и выросшие рядом с человеком в одиночестве дичают и при новых контактах испытывают стресс. Сурикаты – животные очень общительные. Они могут издавать около 30 различных звуков, каждый из которых имеет свое значение. То есть, таким образом, они могут передавать друг другу совершенно разную информацию. Этим звуком сурикат предупреждает своего собрата о надвигающейся опасности. С непривычки он испугался съемочную группу. Стаканчик сверчков, полчаса уговоров и сурикат Тома делает робкие шаги к объективам камер. Теперь всем животным нужно заново привыкать к вниманию со стороны. В начале эпидемии коронавируса ветеринарные клиники Китая, а потом Европы, США и России были заполнены обеспокоенными хозяевами собак и кошек. Кто-то приходил за консультацией, а кто-то сразу записывал животное на усыпление. В страхе, что во время прогулки питомец мог заразиться COVID-19 и принести вредоносный вирус в семью. Ветеринары даже устраивали флешмоб, чтобы донести до людей информацию – животные не болеют. Есть же официальная сводка, что животные не подвергаются заболеванию данному. У них есть другие, COVID с другими цифрами, так скажем, с другими маркерами, но между людьми и животными не передается данный вирус. Если для одних детей пропало лишь веселое приключение выходного дня, другие, особенные дети, лишились гораздо большего. Контактный зоопарк – площадка для пэт-терапии. Хозяева зоопарка тем временем лишаются доходов и ничего ни у кого не просят. Хотя детки в клетке и в отсутствии гостей имеют зверский аппетит. У нас есть возможность соблюдать дистанцию, у нас есть возможность проводить различные дезинфекционные мероприятия. Появились дезинфицирующие коврики, антибактериальная лампа. Мы озонируем помещение, но все условия соблюдаются. К слову, антисептики на входе стоят здесь с самого основания зоопарка, и каждый посетитель обязан ими воспользоваться, иначе не пустят. Такая мера необходима, чтобы животные не заразились вирусами и бактериями от людей, когда те будут их гладить и кормить. Летние дни уже вовсю шагают по улицам города. Сегодня я расскажу вам об одном из самых экстремальных развлечений – о скейтбординге. Историческая родина и центром мирового скейтбординга считается Калифорния. Там каждый десятый ходит со скейтом в руке. Все началось в 60-е, когда калифорнийские серферы стали приделывать к своим доскам колеса, чтобы тренироваться на суше во время штиля. Сегодня скейтбординг – это полноценный земной вид спорта. С массой поклонников даже в Сибири, где особо не разгонишься, ведь короткое лето сменяет длинная зима. Если взять всех скейтеров только начинающих, тех, кто катается давно, по разным районам всех собрать, наверное, 100 человек точно наберется. К новичкам всегда относимся нормально, никаких насмешек в их сторону нет, потому что они только начинают. Наоборот, способствуем тому, чтобы они как можно быстрее влились в тусовку, начали знакомство, расслабленно общались со всеми. То есть, наоборот, помогаем, поддерживаем всячески. Купил скейт и в путь. Так думают многие новички. А между тем, выбор подходящей доски требует особого внимания. Для начала определитесь, как вы собираетесь кататься. Для трюков – классический скейт, для спокойной езды по городу – лонгборд, а для скоростной – круизер. С одеждой можно не заморачиваться. Главное – комфорт и практичность. Скейт надо выбирать на самом деле такой, какой нравится. Иногда дети катаются на больших, широких досках, а взрослые, наоборот, на маленьких, узеньких. Поэтому здесь при выборе вообще стоит ориентироваться на то, чем хочется заниматься. Попробовать постоять на скейте, посмотреть, как просто на нем стоять, комфортно или нет. Головокружительных взлетов без падений не бывает. В скейтбординге все как в жизни. Через каждые 2-3 прыжка, а то и чаще, спортсмены теряют равновесие. Чтобы встать на 4 колеса, а не на 2 колена, профессиональные скейтеры советуют новичкам не прыгать в вышвеловые и тщательно оттачивать базовые элементы. А иначе… Никит, расскажи, как мне новичку первый раз встать на доску? Что нужно делать? Какие правила? Ну, в первую очередь надо определить, какая нога будет стоять впереди на скейте – левая или правая. Делается такой стандартный тест – я стою сзади, ты стоишь прямо, я тебя толкаю. Вот, ты выставил первую ногу правую, значит, все-таки у тебя будет стоять первая нога правой впереди. Смотри, чтобы не упасть, есть такой общий совет – переднюю ногу надо стараться ставить за край вот эти 2 болтика. И теперь надо поставить заднюю ногу плавненько, ее передвинув прямо на болтике. Вот, она стоит вверху на болтиках. Переднюю ногу можно еще немножко развернуть, чуть-чуть вот так, чтобы, да, чтобы две ноги примерно одинаково стояли. Вот, и это будет такая классическая стойка на скейте. Специальных площадок безопасных скейт-парков в Омске пока нет, поэтому скейтерам приходится собираться на площадях, в парках и на автопарковках. Их можно встретить у памятника Михаилу Врубелю, рядом с Любочкой, на площади у цирка и в парке на Зеленом острове. Увлекательный и непредсказуемый скейтбординг – это не просто спорт, а образ жизни. И если вы все-таки решитесь попробовать это драйвовое развлечение и встанете на доску, то у вас точно отпадет вопрос, чем же занять свое свободное время. Считается, что город лучше всего узнавать через достопримечательности, вроде музеев или храмов. Однако есть места, которые хранят неизвестной широкой аудитории секреты истории. Это кладбище. Сюда никто не торопится, да и время здесь застывает в камне. Живые деревья, пластиковые цветы, узкие аллеи, скамейки, укрытые мхом. Таков мир некрополя, скрытый под покровом тишины от любопытных глаз. Одно из самых интересных – старое еврейское кладбище. Оно появилось в 1879 году и закрылось для захоронений еще в 1959. Здесь сохранились могилы начала 20 века, что, по словам экспертов, редкость для Сибири. Вот звезда Давида, а рядом советская пятиконечная. Надписи на иврите и русском соседствуют друг с другом. Античные колонны, памятники в виде храмов, урны и даже саркофаги. А вот деревья надгробия в виде пней. В этих эклектичных монументах можно найти бесконечное количество смыслов и символов. Это означает символ рано прерванной жизни. Такие памятники чаще всего ставили детям, умершим рано, подросткам. А еще есть памятники, вот дальше там моновидные. Это в виде синагогальной кафедры, и на ней раскрытая книга. Это памятники ставили активистам еврейской общины, которые постоянно ходили в синагогу, по имени обязанностей, помогали бедным. Вот как бы благодарность за такую праведную жизнь ставили такие памятники. Прогулка по кладбищу – не патологический маршрут. Некрополи дают понимание значения смерти в социальной жизни человека и позволяют изучать истории семей, сообществ, эпох, говорят эксперты. Так в советский период была особая стилистика надгробий. Металлические пирамиды или бетонные прямоугольники – они пришли на смену православным крестам. В 90-х, начале 2000-х, все больше стали появляться нестандартные надгробия – монументы из гранита и мрамора. А вот подобные кованые кресты было принято устанавливать еще в царской России. Они заменяли недолговечные деревянные. Некоторые захоронения превращаются в места паломничеств. Так, к примеру, случилось с могилой лидера группы «Гражданская оборона» на Старовосточном кладбище. Здесь нашел свое покоение известный рок-музыкант Игорь Федорович Летов. Он уроженец нашего города, группа «Гражданская оборона». Собственно говоря, именно она ему принесла известность. Егор умер в 2008 году. И вот этот памятник очень оригинальный, по стилю, был поставлен уже в 2010 году, в сентябре 2010 года, с силами его вдовы. Можем увидеть на дереве, кстати, надписи, оставленные молодежью. Ну и, конечно, живые цветы. В России посещение Некрополи пока не слишком популярно. Хотя в Москве уже давно существуют экскурсионные маршруты по Новодевичьему и Ваганьковскому кладбищам. Несмотря на то, что такой туризм считается спорным с точки зрения этики, во многих странах он востребован. Так, в Париже существует экскурсия на кладбище Перлашес. Художественная ковка, мавзолеи в готическом или античном стилях. Здесь можно встретить настоящие шедевры погребального искусства. Там покоятся останки Фредерика Шопена, Оскара Уальда, Джима Моррисона. В Венеции на островном кладбище Сан-Микеле тысячи русских туристов ищут могилы Бродского, Стравинского и Дягилева. Сегодня кладбище больше, чем просто место скорби. Это путеводитель по потаенным уголкам истории, где творения скульпторов, архитекторов и каменотесов воплощают в себе дань памяти прошлым поколениям, превращаясь в настоящий музей под открытым небом. Мы с вами сегодня находимся на самой высокой точке природного парка. Это смотровая вышка-маяк. Она носит, скорее, утилитарный характер, потому что предназначена именно для наблюдения за обитателями. Над природным парком проходит глиссадо на посадку самолетов нашего омского аэропорта. И она обозначает, конечно, высоту. Порядка 12 метров, в переводе на человеческий, скажем так, трехэтажный дом, с высоты птичьего полета мы сможем посмотреть вот с этой точки на всю территорию природного парка. Когда проектировали именно вот эту территорию, обязательное было условие – это соблюдение всех авиационных вот этих требований. Когда у нас наступают сумерки, автоматически загораются у нас фонарики и на всех зданиях, которые имеют определенную высоту. Ну и маяк, как самая высокая точка, она вот обозначается вот этими красными фонарями. Очень красиво она смотрится со стороны, но, тем не менее, вот специальное назначение она свое выполняет. Вы можете подняться, сфотографироваться, провести фотосессию, пообщаться. Мы с удовольствием откроем для вас маяк. Ну, посидеть за столиком, выпить чашечку кофе – нет такой возможности. Миллиард в обмен на жизнь артисты омской драмы поспорят о цене ошибок молодости в спектакле по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюренмата. Визит дамы должен был состояться в марте, но из-за пандемии премьеру перенесли на осень. В сентябре гости музея имени Врубеля встретят четвертая полнолуния с мастером мистических пейзажей. Новая выставка соберет подлинники картин знаменитого художника 19 века Архипа Куинджи. Он прославился экспериментами с красочными пигментами и полотнами с эффектом свечения. Главная группа российской рэп-сцены «Каста» празднует юбилей и собирается отметить его большим осенним туром. В Омске ростовские музыканты планируют выступить в конце октября и обещают не только вспомнить самые известные треки за 20 лет, но и презентовать новый альбом. В Орликине репетируют сентябрьскую премьеру в зале для самых маленьких зрителей. Питерский режиссер Екатерина Тихонова выбрала для постановки пьесу собственного сочинения. Два жадных медвежонка по мотивам народной сказки. Увидеть дзен-фанк перформанс и познакомиться с представительницами арт-феминизма смогут посетители искусства Омска. Музей готовит новый проект «Сезон свободы» — осеннюю выставку молодых и актуальных художников, каждый из которых представит свой кураторский проект. Актеры ЦСД создадут на сцене «Герб города Н». Эта пьеса Светланы Баженовой о мечтах и поиске счастья вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Ремарка». Костюмы и декорации к спектаклю придумывает художник из Екатеринбурга Елена Треуголко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова